Урочистости с нагоды Дня ротовальников прошли у Могилёве на площади 11-го. Концертная программа, навучальные и гульневые пляцоки пришлися до спадобы для детей и дорослых. Пожарные службы Беларуси 169 годов до профессийного свято керавництва областного управления Министерства по надзвучайных ситуациям уручила узнагороды переможцам фестиваля конкурсу «Беспечное зятинство», у яким удельничали навучальные установы в области. Лепши ротовальники так само отримали узнагороды. Нужно добросовестно выполнять свои служебные обязанности, выполнять те слова присяги, которые сегодня принесли молодые. Кто-то их принес 10, 15, 20 лет назад. Честно и добросовестно выполнять свои задачи. Протягнулась свято концертной программой и работой гульневых и навучальных пляцовок для детей и дорослых. С настольными гульнями майстер-классом по оказанию першей медицинской допомоги и гэтак долей. А еще гостям свято представили ретро-технику пожарной службы. До прикладу ГТ-бочки выкористовывали, поколь не заявились, пожарные автомобили. Пожарная часть, которая была на пожарном переулке, она была вот такими конно-бочными ходами, назывался. Были шофер, трубник, подтрубник, створщик. 400 литров бочка, пару рукавов и неси службу. Пожарная команда города Могилева была признана одной из лучших в России. А гэта сучасная техника, ка посядзеть у яйя кабине, створылась навод шарга. А вось для чего призначенный гэта автомобиль, некоторые навод не сдагадываются. Джип какой-то, джип, внедорожник, может. А для чего он предназначен? Он же на празднике МЧС. Наверное, в каких-то условиях, что проезжал быстро, по внедорожью, наверное. Гэтую технику ротовальники набыли, ка па отшуквы тых, хто заблукал у леса. Сейчас начался сезон уже ягодно-гребной, скажем так. Пару раз в неделю мы стабильно выезжаем на потерявшихся людей в лесу по всей области. Ну и, соответственно, в республике тоже мы не одни, на такой же технике тоже выезжаем. Отец мой служил в МЧС, ну еще в пожарной службе. Это больше его праздник, потому что день пожарной службы. Ну и я решил избрать тоже такую профессию и служил уже больше 20 лет. Я очень горжусь своим папой и своим дедушкой, что они участвуют на работе МЧС. Я хочу пожелать, чтобы все пожарные работали хорошо, чтобы у них все желания сбывались. Супрацовникам по надзвычайных ситуациях завжды жадают сухих рукавов. Мауляв, как не было пожаров. Тетяна Сергеевич, Александр Тарасов. Новини региона.